Сегодня мы расскажем вам о самых крупных изменениях для геймеров Windows 10, именно только для геймеров. Я сделал на этом акцент, так как есть вообще очень много отличий от Windows 7 и 8, и также 10, очень много отличий. Но так как наш канал посвящен играм, то мне кажется, все и так уже знают, о чем пойдет речь. Очевидно, что самое большое изменение в том, что Microsoft продвигает магазин Xbox и DirectX 12, но кроме этого существует целая уйма разных вещей, на которые можно обратить внимание. Стоит также упомянуть, что эта информация верна только для универсальной модели приложений. Это универсальные стандарты, которые Microsoft притворяет в жизнь. Так что приложения и игры не только станут лучше идти на большинстве систем, но и также запускаться на большем количестве систем. Давайте начнем с самого спорного момента. Приложения в магазине игр теперь только для чтения, и в них нельзя покопаться. Да, в этом есть преимущество. Гораздо легче будет переписать игру с одного жесткого на другой. Это дает приложению больше стабильности, но лишает вас доступа к скрытым файлам. Это помогает бороться с пиратами и читерством, но также делает невозможным установить моды к игре. Для этого теперь разработчику надо самому придумать какие-нибудь инструменты для присоединения модов, которые будут полностью совместимы с магазином Windows и Xbox. И заметьте, я не сказал ни слова о том, что никто не найдет способа обхода. Это было бы глупо. Но это все же шаг вперед к более консольному опыту игры с полной поддержкой. Пусть в этом аспекте и будут какие-то небольшие плюсы, людям вряд ли понравится эта идея. Также держите в уме, что магазин Windows и Xbox предпринимают попытки повлиять и на Steam. Сейчас, если вы купите игру в Steam, ничего не случится, но для вас все так и останется. Так что основной эффект этого изменения будет виден только если вы предпочитаете магазин Windows в вашей библиотеке игр в Steam. Что звучит, конечно, весьма бредово, но ведь никогда не знаешь, что произойдет дальше. Есть одна вещь, которая будет полностью управлять системой. Это состояние приложения и цикл их работы. Таким образом, каждое приложение и игра, поддерживаемое Windows 10, теперь обязаны уметь сворачиваться, расширяться или быть закрытым в любой момент в фоновом режиме. Это звучит как не особо важное изменение, но вы только вдумайтесь немного. Игровые разработчики теперь будут обязаны убеждаться в том, чтобы игра правильно себя вела, даже если ее поставят в такое положение. И теперь, когда бы вы не выключили ваш компьютер или отправили его в сон, вы сможете включить его и продолжить работу с того места, где закончили. И это тот момент, когда движение в сторону консоли является довольно неплохим шагом. Ведь приятно же, когда я отправляю в сон свою PS4, а затем с утра вновь открываю игру, и она включается на том же месте, где я закончил. И мне даже не надо ждать. Возможно, что самым лучшим развитием этой идеи будет то, что ваше состояние внутри игры будет синхронизироваться с другими устройствами. В теории можно будет начать игру на компьютере, потом его выключить, а после этого, благодаря новой архитектуре, когда ты зайдешь в свой аккаунт Windows на другом компьютере, вы вернетесь обратно в игру. На тот же самый момент. Это именно та вещь, которую я могу назвать крутой. И да, в некотором роде эта технология похожа на облако Стима, однако же в облаке используются лишь сохраненные игры. А тут у нас будет в буквальном смысле сохранение состояния приложения, чтобы можно было сразу вернуться к тому моменту, на котором закончили. Без загрузки сохранения. И еще одна крутая вещь состоит в том, что игры теперь смогут зарезервировать для себя определенный процессор. Так что давайте вообразим, что каждой мелочи выдается свой слот, и ему выделяется ядро, то бишь слот в ядре. Другое, оставшееся ядро, было определено как игровое и оставалось таким все время. Теоретически такое должно быть уже возможным, однако еще не поддерживается полностью Windows. Тот потенциал, что эта технология дает разработчикам для оптимизации, крайне велик. Ко всему прочему, игры смогут резервировать свой собственный кусок видеопамяти, что означает, что текстуры преобразятся на глаза, и вы уже больше никогда не будете видеть тех подвисаний в играх, что видели прежде. И еще одна приятная вещь в том, что все игры будут знать друг о друге. То есть активные приложения, которые вы используете на данный момент, в нашем случае это игры, смогут взять больше видеопамяти из фоновых приложений, другими словами, свернуть эти игры и приостановить их. Если ваша игра требует видеопамяти, а у какого-то фонового приложения она есть, игра просто скажет ему «давай мне ее сюда». Это значит, что игра, очевидно, будет лучше идти с меньшим количеством подвисаний. Интеграция с платформой Xbox также грядет, но верите вы или нет, большинство из этих нововведений звучат довольно круто. Например, захват игрового видео. Да, именно, сделайте собственную запись видеоигры в системе Windows 10, или же просто стримьте игру с компьютера на ваш Xbox, и наоборот. То есть хочешь поиграть в игры на телевизоре, а не на компьютере? Вперед из песней! Есть и еще кое-какие изменения, я бы сказал, что они не настолько существенны, как были эти. И еще раз повторю, эти изменения правильны лишь для универсальной архитектуры. Вряд ли вы обновите Windows до 10 и не заметите никаких изменений, кроме того, что оно выглядит сотни тысяч раз лучше, чем выглядело раньше. И если что-то из списка прозвучало как угроза для вас или для вашей библиотеки стима, запомните, это не затрагивает вашу библиотеку, то есть совсем никак не затрагивает игры из библиотеки стима. И если вы уже сейчас ждете фактического результата при обновлении до Windows 10, то спасибо пользователю Reddit по имени RC за пост этих результатов производительности. Их запускали на i7 4,4. Видеокарты GTX 770 с 2 гигабайтами видеопамяти и 8 гигабайтами оперативной памяти. Игры запускались на разрешении 2650 на 1440. Отключали блюр, отключали анти-альянсинг. Со слов пользователя все остальные значения графики на максимуме. Он запускал тесты три раза подряд. Мы покажем вам результаты этих тестов. И будут видны значения и подсвечены усредненные значения кадров в секунду. Начнем с Batman Arkham City. Batman на системе 8.1 достиг среднего значения 82. А на 10-й было улучшено до 85. Bioshock and Finite на ультра-настройках и включенной глубиной резкости показал 57,58. А на 10-ке 57,76. Что очень и очень мало, если посмотреть на разницу. Final Fantasy XIV Heaven Sword, которая является ММО, почему я и вспомнил о ней. Используя DirectX 11, на Windows 8.1 вышло 41,546, а на 10-ке 41,719, что меньше, чем кадр в секунду. Но все же лучше. Практически аналогичные улучшения были у других игр. Например, Just Case 2, Hitman Absolution и даже Crysis 2. Хотя была пара мест, где встречалось очень маленькое понижение количества кадров в секунду, но в целом игра работала лучше на Windows 10. То же самое могу сказать и про Tomb Raider с отключенным Trace FX. Windows 8.1 показал результат 60,2. На 10-ке же 60,3 кадра в секунду. Что дает улучшение лишь в десятую долю кадра в секунду. Что на самом деле не очень круто, но все же улучшение. Зачастую новая операционная система вообще не дает никаких улучшений. Как говорится, доказано практически. И напоследок, Street Fighter 4 получил в среднем 227 кадров в секунду. Что на Windows 8.1, что на 10-ке. Переведено и озвучено командой XDelayed. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте.